Девушки отдыхают 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 Он рассказывает вам о том, что с самого начала у нас был костяк команды, мы рука об руку прошли 10 лет, они не врут, они не помнят. На самом деле вы должны внутренне закладывать себе, что костяк команды у вас 2 или 3 раза изменится, потому что вы перерастаете, ваш стартап перерастает определенные стадии. Не все люди растут одинаково вместе с вашим продуктом. Кто-то растет быстрее, кто-то растет медленнее, кто-то вообще перестает расти, кто-то видит этот бизнес иначе. На самом деле это, конечно, трагедия потери части команды, но вы должны быть к ней готовы. И вот тут очень важный вопрос про опционы. На самом деле на старте большинство фаундеров костяку своей команды раздают опционы, что называется, не глядь. Вот условно мы 10% раздаем СТО, вот 15% мы раздаем там директору по маркетингу, 5% директору по продажам. Не делайте этого. Вы на этом этапе не можете оценить ваш бизнес. До этапа как минимум бета-версия, вероятнее всего и дальше, вероятнее всего вы сможете оценить свой стартап только через год после того, как он начнет работать. Раздавая 10-15-5%, вы, во-первых, даете фактически кота в мешке. Вы не можете оценить, много вы дали, мало вы дали, что это. Второе. Большинство вашей первоначальной команды не переживет первые полтора года. Соответственно, раздав им доли, вы себя ставите в ситуацию большой ловушки. Во-первых, у вас появляются пассажиры на борту, которых вам тащить дальше. А в результате на новых, нужных вам людей у вас нет долей. Каким образом в этом случае мотивировать? Вы, безусловно, вы стартап, вы не можете мотивировать, конкурировать с деньгами, с порталами, с очень крупными интернет-проектами. Мотивируйте, доли раздавать надо. Но их надо, как ни странно, как и в найме, в любые другие вещи, надо привязывать к KPI. Что нужно говорить? Соответственно, мы условно на костях команды предполагаем долю в 10%. Допустим, она будет достижима при определенных результатах, которые нужно достигнуть в такой-то срок. Это должны быть KPI либо по продуктовым фичам, либо по запуску. То есть для разных функционалов разные. Либо по маркетингу, либо по продажам. Они ступают на разном этапе. И далее вы говорите, что при достижении этих целей вы получаете такую-то долю, которую мы оцениваем, вот условно, в такой-то стоимость бизнеса на данном этапе. И, соответственно, от этой потенциальной стоимости бизнеса, которой вы договорились со костяком своей команды, вы от нее высчитываете потенциальные доли и высчитываете KPI. Об этом все забывают, но это очень важно, потому что на самом деле большинство стартапов не дожило ни до каких серьезных продаж и не дожило до следующей инвестиционной стадии. Ровно потому, что команда не поняла цели по продукту, цели по запуску или разругалась от долей и просто не дошла. Еще очень важная такая история. На самом деле, когда вы берете команду, вы должны понимать, что соратники не все. У вас есть 3-4 человека, это ваш ближайший круг. И только им должно быть доступно все ваше знание о продукте. Я отнюдь не говорю о том, что нужно врать. Я отнюдь не говорю, что остальным не нужно доверять. Но, пожалуйста, фильтруйте ваше знание, ваше понимание продукта и ваше видение будущего продукта. Потому что на самом деле на разном этапе должна быть разная информация. Безусловно, директор по маркетингу должен знать больше, чем, собственно, просто там, я не знаю, менеджер по трафику. Это очень важно, потому что первый год от вас будут уходить люди. И они будут уходить в том числе и к потенциальным конкурентам. Помните об этом тоже. Соответственно, каким образом вообще мотивировать команду и что делать, и где главное ее набирать? Вы набрали первый круг евангелиемзма, набрали следующим образом. Вы набрали его либо через личное присутствие, либо через знакомых знакомых. Поэтому я очень всегда говорю, что на самом деле делать стартап не нужно очень молодым, если вы не Цукерберг. А если вы Цукерберг, вы здесь не сидите, вы сейчас в гараже, делаете новый Фейсбук, мы вам не нужны. Сходите в большой интернет-проект, посмотрите на самом деле на бизнес так, как вы его не увидите из окна института. Далее, обзаведитесь там связями, обзаведитесь там теми знакомыми, которых вы профессионально позовете свой стартап и которые вам верят и пойдут за вами. Обзаведитесь именем, которое вы, выйдя потом и делая свой стартап и связями, сможете быстро обкэшить и получить более быстрый результат. В этот момент, когда вы будете уходить, уводите с собой часть команды. Это плохо для найма, но большой портал очень быстро заткнет эти дырки. А для вас это будут те люди, которые проверены компетенциями и которые вас очень верят. Соответственно, уйдя, вы должны сделать несколько важных вещей. Вы должны договориться, еще раз повторю, о долях. Вы должны договориться о KPI, куда мы идем, как мы идем и к чему мы должны дойти через измеримое время, через год. Эти цели должны быть разные для ключевых должностей. Далее, вы должны то же самое позволить сделать ключевым людям. Им нанимать, соответственно, персонал под них. Мы декларируем принцип минус один. Сейчас на рынке настолько дефицит хороших интернет-кадров, что когда около вас появляются люди, соответственно, вы берете фактически любого хорошего профессионала, пригодится. Принцип стартапа главный – это принцип мобильности. Он связан в том числе и с малым количеством людей. Поэтому, пожалуйста, если вы видите, что вам нужны четыре разработчика, подумайте, реально ли их нужны четыре. Возьмите три. Возьмите на одного человека меньше. Поставьте, условно, если можете, чуть выше зарплату, но дайте им возможность работать лучше. Вы не сможете сразу, пока у вас нет четкой структуры, простроить процессы с большим количеством людей так, чтобы все четко работало. Поэтому, да, Денис, я заканчиваю. Берите минимальное нужное количество вам людей. И последнее. Обращаю ваше внимание, и это очень важно. Если вы делаете стартап, он находится на пассивной или постпассивной стадии. Оценивать его инвесторы будут не по идее. Оценивать будут по команде. Поэтому берите тех людей, компетенциям которых вы доверяете. Это очень важно. И компетенции которых будут проверены инвесторами, в которых вы не ошибетесь. Поэтому, еще раз говорю, работайте сначала в больших проектах. Находите там команды, находите там качественных людей, а потом приходите и делайте свои стартапы. Так работает. В ином случае не совсем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok